Мир вам, дорогие братья и сёстры! Передаю приветствие от Российского Братства, Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов. Передаю также приветствие от родной церкви, где я несу служение, церковь Голгофа в городе Москве, ну а также от Московской Богословской Семинарии. И я сегодня хотел бы прочитать тоже несколько текстов Священного Писания и порассуждать с вами о некоторой тему, которая касается Божьего Слова и нашей ответственности. Текст, который хочу прочитать из книги Нигемия, первый текст, восьмая глава, будет основным, потом мы ещё добавим. Восьмая глава книги Нигемия из первого стиха. Давайте прочитаем. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая переведенными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принёс книгу закона Моисеева, который заповедовал Господь Израилю. И принёс священник Ездра закон предсобрания мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами от рассвета табалудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены книге закона. «Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него по правую руку его стояли Матифа и Шема, и Анайя, и Урия, и Хелкия, и Моисея, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхея, и Хашум, и Хашбадада, Нада, Сахария и Мишулам». Плохо говорю по-юрейски. Да? А вот следующий текст. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл ее, весь народ встал». Встанем. Шестой стих. «И благословил Ездра Господа Бога Великого». Помолимся. «Господи, благодарим Тебя за Слово Твое, живое и действенное». За Писание, которое есть у нас на понятном для нас языке, на русском языке. «Господи, я благодарю Тебя, что есть свобода, что есть возможность изучать Твое Слово. Молю Тебя, благослови, чтобы даже вот прочитав его, мы могли услышать и применить в своей жизни. Молю Тебя, чтобы Ты благословил нашу память, наши семьи, чтобы мы могли понимать Твое Слово и исполнять его. Прошу, во имя Твое. Аминь». Теперь присядьте, шестой стих продолжаем читать. «И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал Аминь, Аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ваная, Шеревия, Иамин, Акуф, Шафтай, Годия, Моосея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филая. И левиты поясняли народу закон, который между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божьего, внятно, и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. «Тогда Неемия, он же Тершафа, и книжники Ездра, священник и левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу, Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». Аминь. Остановимся. Любое пробуждение имеет два главных фактора. Называют пробуждение или возрождение. Какие два фактора? Самое главное – это проповедь Божьего Слова, Библии, Священного Писания. Его надо провозглашать. Его надо проповедовать. Вера отслышания. Отслышание от Божьего Слова. Но второй важный фактор – это Слово Божие должно быть принято. Это мобилизация Божьих людей. Вот тогда происходит, называют, пробуждение, возрождение. Иногда, правда, разделяет, что возродить можно или пробудить тех, которые уже были верующими, которые уснули, те, которые не бодрствуют. А те, которые не верующие, их нужно евангелизировать. Мы тоже там распространяем Божье Слово, проповедуем. Но чаще всего Божье Слово и учат, и желают его принять те, и возрождение происходит. И даже верность Божию Слову. Те, которые, ну, из народа Божьего. Так? Ну, здесь я тоже хотел бы вспомнить сразу же, какие вещи. Мы можем иметь Божье Слово, но оно может стоять на полке. Совсем не открываться. И тогда наш путь пробуждения духовного бодрствования застывает. В церкви это неоднократно происходило. Можно вспомнить, что было 500 лет тому назад в Германии, когда собрались братья вместе. Там еще при свечах молились. Искали Божьей воли Мартин Лютер, Мелангтон, Цвингли, Кальвин и многие другие, которые хотели бы, чтобы народ Божий не только формально ходил в церковь, но услышал Божье Слово. Вот в те времена, как рассказывают, священное писание было еще приковано к стенке монастырей. Эти свитки трудно было найти. Мы с вами такие счастливые. У каждого из нас не одна уже Библия есть. А вот они начали этот путь, потому что Мартин Лютер переводил Божье Слово, чтобы могли немцы читать. И это наша интеллигенция российская, когда поехала в Европу, увидели, что там на французском, на немецком, на английском есть Божье Слово. И только в начале 19 века образуется российское библейское общество. Конечно, по благословению Александра Первого, потом закрывается, потом опять открывается, и только к концу 19 века мы получаем вот этот перевод, называется синодальный перевод. И вот оно, евангельское движение, мы часть его, большого евангельского движения, возникает только потому, что читается Божье Слово. Удивительно. Но Божье Слово имеет такую силу, которая пробуждает. Вот это страна, страна Америка. Я тоже смотрю на нее, удивительная страна, но она имеет такие прекрасные корни, основания, и практически каждое поколение имело пробуждение. Когда появлялись люди, которые проповедовали Священное Писание, которые тряхнули эту нацию. Ну, даже последний – это Билли Грейм. Он повлиял на весь народ здесь. С огромным уважением относится весь мир, а не только Америка. Ну, а до этого здесь тоже проповедовали и Двайт Муди. Проповедовал даже братья Уэсли, которые приехали из Англии. Они путешествовали просто. Один, говорят, проповедовал за свою жизнь. Более 50 тысяч проповедей сказал. Просто на лошади ездил, отчего XVIII век. И проповедовал, и проповедовал, и проповедовал. Проповедовать Божье Слово. Сеять Его. Потому что вот мы можем много сами говорить, но нам нужно все равно помнить, что первый источник Божьего откровения, благодати, Слово Божие. В этом году мы будем отмечать в Петербурге через три недели, будем проводить конференцию, которая посвящена Ивану Степановичу Проханову. 150 лет прошло. 150 лет со дня его рождения, но все равно около 100 лет тому назад, когда движение евангельское, иванских христиан и баптистов задавало вопросы, как мы каждому дадим Евангелие, распространим. Как это важно? Ну, давайте сейчас к тексту, потом еще несколько мы посмотрим. Контекст 9, точнее, 8 главы Неемии, книги Неемии, интересной книги, когда Господь положил на сердце Неемии помолиться, он был отпущен, чтобы отстроить уже стены города Иерусалима. Ездор до этого уже пришел, отстроил храм. И вот великое строительство, непростое, тяжелое, когда вокруг были враги, закончены. Уже в 7 главе рассказывается о том, что уже настроили, были поставлены стены, и очень мудро поступает Неемия, он призывает священника. Приходит, о ком здесь написано? О Ездоре. Работа огромнейшая, строительный проект закончен, но остается духовный вакуум. Вакуум, который есть в народе Божьем. И поэтому приносится Божия книга. Кто принес? Здесь написано книжник Ездора, священник, и также еще сказано судья. У него было главных два положения. Книжник, ну как можно перевести сейчас, на настоящее время, прекрасно знал законы, мог быть судьей между народом. Как сейчас иногда подходят братьям, как поступать правильно. И, во-вторых, он был экспертом священного писания. В то время переписывали свитки Божьего Слова. И он, как книжник, был вовлечен, как вот было целое движение масоретов, может, вы слышали, о том, чтобы переписывать Божье Слово, перепроверять его, чтобы ни одна йота, ни одна точка, ничего не пропало. И вот собрали весь народ. Для меня это вот как съезд. Вот собрался съезд. Позвали священника Божье Слово почитать. Ну, как на 16 съезде. Читали с утра до полудня, а потом деловые вопросы решили. Прекрасно! Но позвали его как священника. Ну, и потом сказано, что он начал читать и прилагал там толкование. Но хочу обратить внимание, он читал его на площади от рассвета до полудня. И собрались не только мужчины, но мужчины и женщины, всяких, кто мог понимать. Это тоже очень интересный такой текст, да? Я вам хочу сказать, наверное, было такое особое переживание. Вот когда нет Божьего Слова, когда вакуум, когда человек никогда не держал в руках Писание, это огромнейшая драгоценность. И я представляю, когда священник вынес этот свиток. Для него уже кафедра построена, первый раз в Писании описано. Как вы носили в прошлом веке, позапрошлом веке, когда Писание доставали, вот собирались и читали. Какая огромнейшая ценность. Это особое переживание, эмоциональный момент, когда весь народ даже встал. «Почтение к Божьему Слову». Прекрасная картина. И мы должны помнить о верности тех, которые прошли перед нами. Те, которые переводили, хранили, печатали. Те, которые шли в тюрьмы за хранение Божьего Слова. Но я хочу немножко другие вещи сказать здесь. Давайте мы еще посмотрим. священник Ездра, книжник Ездра, выходит на кафедру, открывает Божье Слово, читает. Почему рядом с ним стоят люди? Он не один. По правую, по левую руку. Вот имена прочитали, которые сложно надо читать. Но это братья, которые помогали им. Читает Божье Слово. Он открыл Божье Слово, помолился. И после этого, вот в седьмом стихе сказано, левиты и братья, которые были рядом с ним, пошли и изъясняли Писание. Ну, зачем надо было толковать и изъяснять Писание? Оно же только должно изъяснять само себя. И вот здесь есть несколько ответов. Во-первых, эти израильтяне, эти евреи, которые были здесь, не понимали до конца. Почему? Они только что вернулись из Вавилона, из халдейского плена. Они продолжали мыслить. Менталитет оставался халдейский. Они культуру даже Вавилона приняли. А им читают еврейский текст. Его надо перевести. Его надо изъяснить. Ну, как вы сами знаете, вот иногда мы говорим, вот Библию дал, читаешь, но ничего не понимаю. Ее надо изъяснить, рассказать, объяснить. Ох, как непросто бывает. И, конечно, в этом отношении так прекрасно видеть, поясняли народу закон. Разбились на малой группе, или, я бы сказал, даже на классы воскресной школы, и помогали отвечать на вопросы. И это несколько тысяч человек собралось. Собрались для того, чтобы слышать Божье Слово. И его переводили, это Писание, чтобы было ясно и понятно. Не только что-то сакральное, священное Писание, иногда мы читаем. Ну, как и обычно спрашиваем, о чем проповедовали? О грехе, о Господе Иисусе Христе. О чем еще проповедовали? О грехе, о Господе Иисусе Христе. Да? Господь желает, чтобы мы на самом деле изучали Божье Слово, чтобы оно учило нас, чтобы мы могли практически применять его. Итак, несколько простых выводов. Давайте посмотрим на это. Нам нужно иметь Божье Слово. Без Него мы не можем двигаться вперед и даже не можем понять, что же Господь требует от нас. В чем закон Божий? Мы можем сами его изучать и читать. Господь дает все возможное для этого. Но Господь также благословил, в церкви есть те, которые изучают, которые учатся в семинариях, учатся в учебных программах и начинают учить народ и помогают изъяснять. Для чего? Чтобы применять в жизни. И вот, почему надо было переводить Священное Писание? Я думаю, как и сегодня нам. Самый лучший перевод считается перевод матери. Она объяснит своим детям то, что другие не поймут. Да? Вот смотрите. Надо перевести, рассказать, ответить на вопросы, как это важно. И задавать вопросы всегда, верно ли, как применить, что Писание говорит мне. В моей семье есть традиция, я стараюсь также и в церкви иногда прихожу, когда встречаюсь с молодежью, я задаю несколько вопросов. Мы едем в машине даже после церкви. о чем мы сегодня слышали? О чем проповедовал первый брат? Какой текст он прочитал? Чему мы научились? Чему мы научились? Или чему ты научился? Чему я научился? Если мы приходим в церковь, и уже нам приготовили определенную пищу, что же Господь говорит мне сегодня? Читали из книги, закона Божьего внятные, присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вот он понимал, но с другой стороны, хочу сказать, здесь текст очень интересный, почему. Потом мы прочитали, что он плакал. Эмоции, эмоции самые разные. Когда принесли Священное Писание, аминь, подняли руки, я бы сказал, еврейский подход, когда они спокойно проявляют свои эмоции, а потом народ начали утешать. Не печальтесь, не плачьте, слушая слова закона. Не печальтесь. И левиты изъясняли Божье Слово, каялись вместе с народом, и это такое благословение. Итак, почему они плакали? Но они чувствуют, что они виновны. А с другой стороны, это было так прекрасно, как и сегодня. Как только покормили обедом, все успокоилось. И здесь тоже учат левиты, ешьте, подкрепление для вас, не волнуйтесь. И далее описано даже о том, как они праздновали праздник Кухи. Бог дает прощение. Не печальтесь, потому что радость пред Господом, подкрепление для вас. Левиты успокаивали весь народ, а левиты и пели, и вот изъясняли. Ну, как прекрасно, чудесно. Услышали и поняли. Ну, вот тоже хочу сказать несколько теперь дополнительных мыслей. Не будет никакой полноценной духовной жизни без изучения Священного Писания. Христианин должен духовно питаться, но он должен и трудиться. Нельзя только жить чувствами и эмоциональным переживанием без применения Писания. Знаете, поклонение Господу должно быть полноценным. Поклоняться Ему в Духе и Истине и поклоняться не только нашим разумом, а поклоняться Богу Духом, Душой и Телом. То есть, нам надо Божие Слово слушать и постараться применить. И задавать вопрос, что же, Господь, ты говоришь даже не моей жене, не моему пастору, а мне лично. Господи, как мне сегодня Божье Слово применить? Как мне быть верным этому Слову, Божьему Слову? Потому что только чтение Священного Писания это доброе дело, но оно бесполезно, если не будет личного послушания и применения к себе. Поклонение Богу всегда включает в себя многообразие. и самое главное, нам нужно поклоняться Богу в Духе истине, как учил Христос. И об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Христос беседует с Самарянкой, учится ее о том, что не только в Иерусалимском храме, многообразие поклонения. И нам нужно помнить, что каждое пробуждение, каждое обновление, возрождение включает в себя две стороны. Бог предлагает нам свое Слово, а теперь остается дело за нами. Это как мы посмотрим на себя. Мы не все Билли Греймы или Иван Степанович Проханов или Павлов и многие другие. Но нам нужно посмотреть на себя и задать вопрос Господи, что Ты хочешь от меня? Ну, вот еще один текст прочитаю. Это из книга пророка Амоса. Известный текст. Я его слышал еще в 80-е годы или даже в конце 70-х. И оно удивительно было для меня истолковано. Вот что пишет Амос. 8 глава, 11 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши». Как-то я услышал, это было вот в 80-е годы, Божье слово, было очень сложно достать, что настанет время, когда на полках магазинов будут стоять Священное Писание, а вот интереса к нему не будет. Вот сейчас состояние удивительное, я скажу, за свою страну, где Священное Писание можно получить, можно получить бесплатно или купить даже в любом православном храме, или прийти в любую евангельскую церковь, но такой жажды слышания слов Господних нету. Вот здесь духовная проблема. С одной стороны рассказывается о серьезной жажде во времена Ниеми, и тогда есть пробуждение и движение. А вот сейчас наше положение. Когда духовно вроде все есть, вы об этом молились, чтобы Библии были, молились о том, чтобы у нас были даже несколько переводов, или чтобы понимать, а нет той жажды. И пусть Господь, сейчас молимся мы о чем, чтобы Господь послал дух Бога искания, дух покаяния, чтобы Господь на самом деле совершал свое пробуждение. Я прошу вас присоединиться к этому. Нам нужна верность в малом, вера от слышания, от слышания от Божьего Слова, но как важно нам еще проверить, как мы слышим. Поэтому я призываю каждого из нас тоже питаться, но сейчас стало модным питаться, называется витаминами. Есть витаминный подход чтения Священного Писания. Каждый день по несколько стихов, или по крайней мере, когда мы едем на работу, включить диск, или послушать радио, или когда готовим пищу, позаботиться о своей душе. И здесь я хочу напомнить, что мы, иванские христиане и баптисты, мы люди Божьего Слова. И поэтому мы и задаем вопросы, когда собираемся, есть сложные вопросы, как поступать. Изучаем Слово, молимся и делаем вывод. С другой стороны, я должен вам сказать, что другая проблема появилась. Кроме того, что есть Божьи переводы Писания, появились проблемы среди образованных. Мы, кажется, все уже умеем читать. Прочитали Писание неоднократно. Выпускники школ могут учить и готовы. Дайте мне только аудиторию, я буду учить. Я замечаю, появляется другая проблема. Проблема среди людей образованных, да даже и среди нас, называется духовное фарисейство. Библию знают прекрасно, а вот по духу не живет. Может соблюдать пост, может отдавать десятину. Но главное духовное возрождение – страх пред Богом о посвящении. Вот такой же был Савву. Фарисей, который знал наизусть Священное Писание, который мог цитировать многие тексты Ветхого Завета. Ну, как фарисей, он соблюдал все правила, исполнял закон. И опасность существует и для нас. Если мы будем только учиться, но не достигнем познания истины, не будем применять, будем такие же духовные фарисеи. Потому что истинная встреча со Христом преображает, есть такое понятие прогрессивное откровение, вот ты получил, иди сразу примени. Получил, научился, иди расскажи. Пусть Господь поможет нам, вникая в себя и в учение, заниматься с ним постоянно. А ты пребывай в чем научен. В чем научен. Ну, так пишет Тимофей, к Тимофею пишет апостол Павел, пишет о том, что все Писание Богодухновенно. При том же, третья глава, при том же ты знаешь из детства священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса, все Писание Богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Знаете, дорогие братья и сестры, читаем Божье Слово и, наверное, вспоминаем всегда, кто на нас повлиял больше всего. И большинство, смотрю, те, которые выросли в христианских семьях, они слышат, как читали им тексты Священного Писания в церкви, но огромнейшее влияние оказал отец и мать. Закон Божий, да не отходит от уст наших, пребывать с Господом, иногда так услышать, чтобы поплакать и сокрушаться, но следовать за ним и быть верным. Знаете, наверное, поделюсь с вами одной молитвенной нуждой, мне так понравилось, что братья говорят о духовной брани. Вот в России мы тоже сейчас проходим многие интересные новые испытания. Я ректор семинария одновременно и скажу вам, вот год тому назад мы отмечали с 50-летия заочных библейских курсов и 25 лет семинария. В Москве собралось большое собрание, приехали выпускники, была международная конференция, мы говорили о ценности Божьего Слова. А перед этим мы проводили братское совещание, собрали старшие посетеры и как раз во время этого совещания в московскую семинарию пришла комиссия Рособорнадзора и начали жестко проверять нас. Но мы помолились Господу, доверились Его руки, сделаны были замечания, исправили, это нормальная как говорится процедура. Но нас поразило, что к концу года суд, так подали на нас суд, решил на два месяца вообще прекратить деятельность московской семинарии. Для нас было это даже шоком. Мы попробовали совершить молитву, пост и обратиться к юристам. Все равно семинарию опечатали. И вот какая была для нас радость, когда через два месяца двери открыли. Я вот читая этот текст, думаю, какая была радость для них, нашли Божье Слово. Раньше оно было где-то сокрыто, они были в Вавилонской земле, а тут принесли его. И заново дают возможность изучать, вникать. У нас была огромнейшая радость, благословение. Но, к сожалению, я должен сказать, я прошу вас тоже помолиться о нас, чтобы делать, что нам дальше, потому что с июля месяца снова приостановили лицензию, сейчас пока проходим новый этап, когда мы просто молимся о том, как нам в дальнейшем вести, развивать служение. Итак, простые выводы в конце, и мы помолимся. К чему призывает Божье Слово? Верность Божьему Слову. Нам нужно учиться. Христос Учитель и избирает учеников. И учит чему? Божьему Слову. Проповедовать, благовествовать. Он говорит, идите и научите. Второе. Он говорит, прежде всего, позаботьтесь о своем сердце. Позаботьтесь то, что в нас находится, то мы и говорим. Более всего, хранить сердце наше, знать, во что мы верим. Ценить общение иванских христиан баптистов. Но также нам нужно ценить наставников. А влияние наставников на каждого из нас огромное. Это наши родители, это пастыри, это бабушка, мама, ну, как у Тимофея. В то же время те, которые руководят молодежью, которые трудятся. Господи, благослови каждого из нас верности, следовать за Господом. И вот, как мы читали, пишет Павел Тимофею, цени, тебе верено священное Писание. Пребывай в том, чему ты научен и что тебе верен, зная, кем ты научен. И вот нам нужно понимать волю Божию и быть верным Ему, чтобы делать то, к чему Он нас призвал. Да благословит Господь. Аминь.